Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами рассмотрим очередное обновление HyperOS, которое приходит на планшет Xiaomi Pad 6. По сравнению с предыдущими обзорами на примере Xiaomi 14, на примере Poco F6, тут не стоит ожидать кучи изменений. Но есть два момента, которые наконец-то заработали, но и о которых я вам хочу рассказать в этом видеоролике. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Что же, у нас устройство Xiaomi Pad 6. Многие пользователи компании Xiaomi, как бы то, я так смотрю по комментариям, приобретают постепенно себе планшеты и хотят пользоваться всеми фишками и всеми возможностями как раз экосистемы Xiaomi. Я вам показываю, что обновление у нас самое актуальное для планшета 1.0.9.0. И да, я хочу еще раз остановиться на вопросе по поводу, а у меня прошивка новее. Друзья, важно понимать, если у вас приходит прошивка 1.0.9.0, вы сразу же открываете список изменений. Если у вас тут написано патч безопасности от мая, от апреля 24 года, то ваша прошивка никоим образом не может быть актуальной, которая вот приходит сейчас. Просто важно понимать, что у каждого смартфона своя нумерация. И ваш 1.0.9.0 может быть старее, чем моя в видеоролике. Поэтому не стоит писать, что у меня новее, вот ты делаешь обзор уже слишком поздно, и что там как бы полный зашквар. То есть тут суть не в том, что цифры какие-то новые или же больше, но тут просто нужно смотреть по списку изменений. Это была небольшая вводная информация, теперь переходим к самому обновлению. Получается оно весело довольно-таки, ну неплохо, там где-то полгига оно весело. Я думал, что как обычно определенные фиксы, но меня поразило, что наконец-то две основные фичи работают. Это, конечно же, режим взаимосвязанности. И да, друзья, я, наверное, уже немножечко на канале надоел с этой фишкой, но мне хотелось вам продемонстрировать, как же оно в реальности будет работать. Также вы тут можете заметить, что никаких дополнительных возможностей по типу синхронизации сети, а также HyperMind'а планшету не добавляют разработчики. Опять же, скорее всего, это маркетинговая штука. И на примере того же Xiaomi 14 эти разделы есть. Но вот как раз у меня рядом сейчас лежит Xiaomi 14. И как только мы с вами выходим на рабочий стол, вы можете в этой панельке заметить одну такую очень интересную вещь, что у нас есть следующий такой ярлычок. Если на него нажмем, это будет у нас Xiaomi 14. И да, помимо всего этого, если мы еще опустим шторку и в Xiaomi Smart Hub мы с вами нажмем, мы с вами получим также доступ к смартфону Xiaomi 14. И наконец-то оно нормально теперь отображается и работает. И то есть нет того, что было раньше, когда я не мог в принципе подключиться к этому смартфону, да и в принципе к пока и к шестому. И теперь из Xiaomi Smart Hub, к примеру, мы делаем удержание на Xiaomi 14. И сразу видим следующее, что первое, можем воспроизвести звук, чтобы он полетел на смартфон. Также видим параллельно заряд этого устройства. И что самое крутое, сразу можем нажать на просмотреть рабочий стол. По поводу звука работает это как-то так. Ну вот вы на фоне, наверное, сейчас можете это слышать. Ну, грубо говоря, если вы потеряли телефон где-то в квартире, и он у вас как бы с Wi-Fi или с Bluetooth, сразу планшет его подхватывает. И вы как раз с помощью этой фишки можете его найти. Теперь же нажимаем на просмотреть рабочий стол. Как только мы с вами активировали эту фишку, сразу мы попадаем на рабочий стол смартфона. Если у вас аппарат заблокирован, не беда, вы можете как раз вот с помощью этой же фишки его спокойнейшим образом разблокировать. К сожалению, на полный экран мы с вами не можем тут это все вывести. Мы можем лишь только сделать вот такой свайп, чтобы свернуть и обратно нажать, чтобы эту всю историю вызвать. Но так-то в целом хочу отметить, что очень прикольно это все реализовано. То есть параллельно мы можем управлять смартфоном. Да, как бы то хотелось, чтобы еще можно было параллельно и планшетом управлять, но как бы то не все так хочется и все так реально в нашей жизни. Поэтому пока что только данная фиша реализована с помощью планшета и смартфона. Еще, кстати, сюда можно подключить, я так понимаю, Mi Band 8 Pro или же обычные Mi Band 8. И также с помощью них выполнять тут всякую разную навигацию. Но и также еще, насколько я понял из ныне существующей информации, компания Xiaomi хочет расширить экосистему из смартфонов, телевизоров, HyperOS. И чтобы на глобальном рынке как можно больше устройств между собой можно было соединить. Если же вам, к примеру, неудобно с планшета это все дело реализовывать, вы можете это делать с помощью смартфона. То есть берете смартфон в руки и выполняете управление на смартфоне. И как бы некая такая, ну можно сказать, шуза, которая у нас с вами происходит. То есть вы просто берете, используете телефон и в это время просто у вас на планшете тут все начинает меняться. А вот, кстати, очередное обновление на Mi AI переводчик пришло. Надо, кстати, будет его обновить. Но это была первая фишка, которая наконец-то заработала. Что же касается второй фишки, она находится у нас в приложении Камера. Я вот давно хотел вам это продемонстрировать, но подходящего повода не было. И вот, получается, если у вас есть Xiaomi Pad 6, ну или же какой-то из актуальных флагманов компании Xiaomi, вы, наверное, замечали, что если перейти в раздел еще, мы с вами получим раздел под названием режиссер. В целом он ничем не отличается от других, там, допустим, режима профи или от режима фотографии. Но тут сразу по умолчанию у нас, во-первых, будет доступен видеорежим. Во-вторых, вы тут можете настраивать, как вам удобнее, там, и баланс белого, и апертуру, и выдержку. Ну, в общем, все, что угодно, вы тут можете вручную настроить. Плюс вы наблюдаете также, что у вас по уровням, там, звуку, по уровню картинки, по уровню батареи, ну и тому подобное. И теперь, внимание, самая интересная и крутая фишка. Тут у нас есть такой ползуночек, как камера. Мы на него нажимаем и можем получить две опции. И да, тут экран чуть-чуть потускнел, но смотрите, тут у нас две опции появляются. Камера и монитор. Допустим, сделаем, чтобы наш планшет был чисто монитором. И после этого на Xiaomi 14 я нажимаю на выбрать камеру. И вот, смотрите, так работает режим режиссера. То есть, вы можете с помощью планшета выполнять такие крутые действия. Наконец-то эта тема работает. Ну и, кстати, да, Xiaomi 14 снимает очень недурно. Я вот говорю, что хочу, наконец-то, сделать для вас полноценное видео насчет Xiaomi 14, насчет Poco F6 и продемонстрировать, в принципе, современные видеорежимы. Но, по правде говоря, все работает очень круто. И вот, смотрите, в принципе, в принципе, как бы Xiaomi 14 очень даже так неплохо в формате такого кинорежиссера отрабатывает. 4К 30 фпс, ну, смотрится недурно. И вот такая еще одна интересная фишка, которая, наконец-то, нормально начинает работать в HyperOS и на смартфонах и планшетах. Говоря же в целом про оптимизацию, про там экстродействие, про автономность и тому подобное, тут важно понимать, что разработчики прислали это обновление, ну, в плане некой такой заплатки. Ну, или же, в принципе, чтобы вот позакрывать моменты и проблемы, о которых многие пользователи сообщали. Понятное дело, что еще устройства будут обновлять и не один раз, насчет 15-го андроида есть определенные вопросы, но будем ждать информацию от разработчиков, что же они там, в конце концов, порешают. Ну, а если вам пришло данное обновление, я вам рекомендую его установить. Кирпича не будет, бутлупа не будет, будет оптимизация, будет некая такая стабильность, ну, и плюс новые фишки, о которых я вам в этом видеоролике рассказал. Ну, а если у вас еще остались какие-то вопросы, смело пишите их в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»